Итак, я думаю, начнем сегодняшний вебинар. Добрый вечер. Всех приветствую на площадке Российского Центра Науки и Культуры. Сегодняшний наш вебинар будет посвящен уже довольно изгибой теме. Это электронно-сфорологическим подписям, сертификатами и деталь. Немножко поговорим и поговорю о тех использованиях, которые непривычны в применении, потому что все считают, что электронные подпися только можно использовать для входа в кабинет администрации. Однако на сегодняшний день использование этой подписи и их различные виды довольно абсолютно многообразные. И мы видим, что перспектива будет только увеличиться в возможности применения электронных подписей. Итак, что же такое электронно-сфорологическая подпись? Кратко говоря, это маленький файл, в котором заключен фотографический механизм, позволяющий получать электронные сообщения и документы, идентифицировать отправителя, то есть физическое или юридическое лицо. То есть на самом деле есть два больших блока. Это алгоритм генерации ключа, как раз которым занимается центр сертификации, и алгоритмы верификации. Когда мы проверяем эту цифровую подпись, то есть на самом деле два главных блока. И вот внизу показано, как проходит в упрощенном виде эта процедура. Через интернет в подписи мы можем всегда проверить. Цифровая электронная подпись, то, о чем мы только что сказали, это главное, как и все используют этот цифровой ключ. В электронных кабинетах практически любой администрации, все речни по использованию различных, практически в всех администрациях есть электронные кабинеты. Испания переходит сейчас на цифровые рельсы, на цифровую экономику, и вплоть до Банка Испании может заходить своим плечом в электронные личные кабинеты. Другой важный момент – это идентификация подписавшего, то есть любой файл, документы, договоры можно подписать также электронную цифровую подписью и даже вывести свою подпись на бумагу, и через специальный код из СВ можно проверить подписавшего. Электронная цифровая подпись позволяет нам подтвердить целостность документа, то, что он не был изменен с момента подписания. То есть электронная цифровая подпись фиксирует состояние документа на момент его подписывания. Поэтому это очень важная возможность электронной цифровой подписи, которая используется вплоть до выдачи электронных доверенностей и подтверждения любых документов. Также, например, документы электронной цифровой подпись подписывались, когда направляли документы и в соц. страха, и для получения минимального проживающего дохода. Пустиместр мы можем подписывать не подписью вручную, потом сканировать, отправлять, а с помощью электронного цифрового сертификата. Закон, который регулирует возможность применения этих электронных подпись, это закон 59-2003. Важно понимать в Испании два главных глобальных направления. Первое для испанцев действие ДНИ-электроника. Это маленький чип, который встроен в национальный документ, и в котором уже встроен, и который можно активировать в цифровую электронную подпись человека. Есть специальные картриды, считыватели, с помощью которых можно всегда подписать любой документ, используя свою карточку ДНИ. И большой второй блок, который заключает, как раз, это фирма Дегиталь, фирма Электроника, сертификателин, фирма Дегиталь. Это все не одно и то же, как многие думают, и есть разница. Потому что если у нас фирма Электроника, в большинстве случаев как-то должно быть, это подпись, которую мы ставим, например, в банке, на специальных терминалах, когда мы подписываем в маленьком окошке или на почте, например, когда получаем что-то. Вот это называется фирма Электроника. Сертификателин, фирма Дегиталь, это как раз фирма Дегиталь, это электронный подпись с использованием цифрового сертификата, сертификателин, это третье направление, это фирма Дегитализация, это когда мы нашу подпись отсканировали и вставляем его на документ. То есть вопрос идет о степени защиты. То есть мы понимаем, что самая малая защита, соответственно, значение юридическое влажает подпись фирмы Дегитализация, которую мы сканировали, вставляем одновременно максимальной защиты и максимальное доверие пользуется фирма Дегиталь, или фирма Электроника, которая подписана именно с сертификат Дегиталь, с нашим цифровым сертификатом. Фирма Дегиталь Манускрита, то, что ты говорила, поручная, наша первая, это то, что используется в банках, то, что используется тоже на почте, где-то в корпоративном сегменте используется, и в современных условиях, в современных программных учениях позволяет контролировать индивидуальные динамические диаметрические показатели, учитывать скорость написания рукописной подписи и учет силы нажатия на написание подписи. Этим достигается как раз, особенно для банков, сверка аутентичности вашей подписи, с той, которую вы изначально ставили. Но в нашем простом мире мы используем вот эти как раз карточки. Возвращаемся как раз к ДНИ электроника. Это то, что я говорил, это маленький чип на карточке, который можно считать с любой специальной карты, картридера, картприемники, которые продаются вплоть до китайского магазина. Есть специальное приложение на сайте полиции национальной, ДНИ Ремот, которое тоже можно ставить на свой компьютер, и можно тогда будет считать информацию и с помощью этой карточки ДНИ, активировав предварительно цифровую подпись на этой карточке, полиции там ставят специальные машины, как веник машины, похожие в которую можно активировать, спокойно ставить свою карточку ДНИ под цифровую подпись. И даже с помощью нее на сайте ФНМНТ можно даже заказать уже свой цифровозный сертификат, используя свою ДНИ электронику, эту карточку. У соотечественников большинство карточки другого типа, поэтому, соответственно, с чем мы сталкиваемся постоянно, это с получением именно самого электронного сертификата. Повторим немножко возможность этого сертификата, это доступ на сайт налоговой инспекции и заполнение декларации НДФЛ по Флойду Черновика. Очень важно иметь доступ в кабинет налоговой инспекции, чтобы всегда можно было посмотреть ту информацию, которая обладает налоговая инспекция, а нас эта информация вгружается в марте, и которая как раз может быть загружена в Черновик. Наши декларации форма 100 компании РЕНТО. Также, соответственно, используем как для запросов документов в электронных регистрах администрации электронной. Можем использовать активно в соцтрахе, когда мы запрашиваем выписку о трудовой деятельности в виде лабораторий, запрашиваем на сайте соцтраха, где-то сайт, сайт, сайт. Очень важно настроить получение электронных уведомлений на своими и в налоговую инспекцию, можно через государственную систему. Через самовелетронный цифровой сертификат можно продлить ВНЖ, сейчас во время коронавируса и после вы широко расширены на возможности подачи, потому что на самом деле все, что делает за вас адвокат или хессор, вы можете сделать сами своим электронным цифровым сертификатом. Вы можете подписывать электронные письма, электронные фактуры и то, что я говорил выше, это подписывать документы и договора. Это новое применение и все больше и больше начинается применяться использование правовых подписей вплоть до подписи трудовых договоров, особенно сейчас актуально с новым законом об удаленной работе и, скорее всего, будет подписываться повсеместно подписание будет трудовых договоров через цифровую сертификат. Соцтрах позволяет уже выли разъяснения позволяет принимать договора подписывать цифровым электронным сертификатом. И в корпоративном сегменте электронная цифровая подпись также будет приниматься как подпись действительно рукописная. Обычно с тем, что мы сталкиваемся с тем, где оформляется ЭТП, в интернете есть много различных обучающих видео, Ютуба, рассказывающих бесплатно, где можно и как оформить правовых подписей. Самый простой вариант это у нас на сайте fnmnt.s это на монетном дворе, где есть блок в прайминге, где можно бесплатно на этот цифровой подписи доказать. Проблема, с которой сталкиваются все, это аутентификация. Раньше было самое простое сделать в мэрии, но сейчас нужно сначала прийти в мэрию, попросить запись делать, попросить титул и уже потом второй раз прийти и подтвердить свою личность. Процедура очень быстрая, очень простая, немножко усложнилась она сейчас, но тем не менее это является самым быстрым, самым простым вариантом, как получить бесплатную подпись государства для того, чтобы входить в любые администрации, что зачастую используют статичные. Однако надо понимать, что сертификационных центров много, и не только монетный двор выпускает цифровые сертификаты, вот здесь список, список этот неполный, кто еще может выпускать цифровые сертификаты, внизу передана ссылка, по которой можно перейти посмотреть, есть полный перечень всех сертификатов, которые могут также выпускать сертификаты. Часть из них государственные, как генетикат варисканфер, может выпускать бесплатные сертификаты, но адвокаты, соц.трахи, да, что это для своих следов. Но есть и другие частные центры, которые выпускаются за вознаграждение. Вознаграждение может варьироваться от 40 до 200 евро, в зависимости от того, как будет получен этот сертификат. Персональный участие или нет. Но идея главной ставится та же, обязательно должна быть персональной личной аутертификацией в этом смысле. Просто этим центром позволено выпускать такой же сертификат по безопасности, по защите, как выпускают феноменты, и центр сертификации обязан подтвердить личность. Человека, который с мере получить документы, с мере документов из личности и подтвердить эту личность, что это реальный человек, документы соответствуют, копии, сделанные с оригиналов, и тогда центр сертификации выпускает этот сертификат. Вернемся к верификации. Верификации есть несколько видов для частных центров. Это используется верификация через видеодвонок, верификация через левом верхнем углу, через фотографию, в плане своей фотографии селфи вместе с документом, карточкой, личная верификация, когда человек лично приходит и лично подтверждает свои документы, когда оператор просто сделает копию документов и пошел документы сертификации для того, чтобы выписать сертификат. Процедура очень быстрая, занимает суток с 24 до 48 часов. Соответственно, документы, которые нужны, это фотография или скан с двух сторон своей карточки резидента. Если карточки резидента нет, то есть номер НИЕ, то с паспортом фотография или скан странички с фотографией и НИЕ можно тоже выпустить сертификаты для нерезидентов в Испании. Это актуально для тех, кто хочет заполнять формы 210-ой, посмотреть свои кадастры и представить декларацию по форме 210 самостоятельно из ресторана. Где хранится ЦП? Это другой важный момент, потому что многие не понимают, как он и куда скачивается. Если вы скачете с ФНМН, то сертификат ваш сразу устанавливается в сертификат в ваш браузер, он сразу интегрируется. Если вы делаете через отдельный частный сертификационный центр, вам сертификат с электронной почтой, вы должны сами его интегрировать. Как в данном случае Firefox, этот браузер максимально подходит для работы с сертификатами, там разные браузеры, но лучше всего получалось работать именно на Firefox. Через опции заходим в меню превоседать и внизу в правом углу увидите сертификаты. Когда мы переходим внутрь, то тогда мы можем как раз внизу показано, что и когда у нас сертификат у нас уже есть, очень важно сделать копию, свою флешку или другое место, а сверх копия этого сертификата я код придумал самим. Если нам прислали по электронной почте, мы этот сертификат сохраняем у себя на компьютере и вот внизу справа есть импорт такое окошко, нажимаем на него, выбираем дорожку к нашему сертификату и соответственно тоже вводим код и интегрируем его в наш браузер для работы. Сам сертификат это мой сертификат, он содержит в себе много внутренней закодированной информации, но главное, что важно, то это 49 сертификатов. То вытекающий центр и соответственно действие сертификата, потому что важно помнить, что сертификат в НМЦ можно очень быстро заменить, когда действует твой сертификат. В частном центре это не очень актуально, но особенности, важные преимущества сертификата персонального выпущенного монета двором, то что с помощью него можно легко выпустить сертификат администратора компании, что нельзя сделать, например, по сертификату другого капитационного центра. Использование, соответственно, когда у нас сертификат электронный уже загружен в наш браузер, когда мы входим на любой сайт администрации, в данном случае администрации налоговой инспекции, то внизу видим как раз вот это окошко переходим, куда-то нажимаем как сайт электроника электронный кабинет, и внизу выбираем вход с электронным сертификатом, или как раз дни электроника, о чем мы говорили, это для тех, кто влагает дни, и которого активирована эта дни электроника на этом дни. соответственно выбираем из списка наш сертификат, одобряем, и так осуществляется доступ в электронный кабинет, и начинаем работать внутри. Вторым вариантом, окошком, которое часто настоящее, это классическое декаближатное окошко, которое используют практически все институты и ведомства, это мы видим из четырех пунктов выбора, и в данном случае, если у нас наш электронный сертификат, мы тоже выбираем левое окошко, входим через него, а через него мы как раз попадаем в нужный нам личный кабинет администрации, используя наш электронный сертификат. Есть другие разные способы еще входа, но это уже как лава-1 известно, но самая надежная и дающая максимальная широкие полномочия, это именно наши сертификатные детали. Другой важной программы, которую как раз мы можем использовать в нашей работе, например, опять же, для подписания трудового договора или в корпоративном секторе, когда нужно подписать какие-то важные документы, фактуры или договор вплоть до договора аренды, это программа, которая скачивается, программа называется автофирма, в каждой на самом деле автономии провинции есть своя разновидность этой программки, и она позволяет работать с правыми сертификатами. И так мы можем подписать любой документ, бумажный, вернее PDF, электронный, и потом, если оно нужно будет, его можно и распечатать, и представить. Но на самом деле подписанные ретизорным сертификатом, они направляются также по электронной почте, все электронно, и этот документ когда получает например, или госорган, или второй контрагент сторона, соответственно, для него это будет являться документ подписанной аналогичной наручной подписью. Эта программа очень простая, здесь в серединке написано выбрать файл, вы ищите свой файл, который вам нужно подписать, внизу нажимаете, что да, сделать видимый и невидимый цифровый вход в вашем, в левом окошке мы видим вот синем квадратике, выбираете место, где хотите, чтобы было видно, что документ подписан вашим электронным сертификатом, нажимаете следующее, в правом окошке мы видим, что так будет предложено, показано, как будет выглядеть подписанный документ, и когда у вас вы одобряете, соответственно, выбираете свой сертификат, и документ будет подписан внизу, вот таким образом, как я показал. В данном случае я подписал там, для примера, этот документ сразу в PDF открывается блок электронных сертификат подписи, что можно всегда проверить надежность, кто подписал, когда подписал этого документа, были ли изменения этого документа, все, в котором отражается в другом виде. И на документе сразу будет вот этот вот блок-квадрат в свою подпись, который удалить нельзя, самим документом, который подтверждает, что документ подписан электронным сертификатом, в данном случае мной, и обладает все юридические силы подписанного документа на ручку второй момент это такие же документы можно подписывать и не через программку не специально скачивать а через сайт и как раз здесь мы видим что можно здесь нажать лево страны видны результаты сможет любой документ загрузить также подписать то же самое выбираем документ подписываем и у нас загружаем потом этот документ подписано видео аналогично будет подписка через программу мои личные мнения что автофирмы по криптографической защите он более надежный более того что вы свой документ никуда не загружает во внешней сеть пусть и защищенном канала поэтому я предлагаю всегда используйте вот эти программы мы при подписке документа на своем компьютере и оправлять только документы память уже подписаны но тем не менее такой способ есть и полностью произойдется во всеми государственными органами испании главный вопрос это подходим это как раз много спрашивают по юридическую силу подпись и самое главное что есть регламенты европейские там на самом деле несколько статей льда называется 910 розыск 14 23 июля этот регламент и который к разумею этот вопрос и который говорит что квалифицированная подпись она позволяет при равнице электроны при равнице к рукописной подписи подпись должна быть реконослида это означает что она должна быть когда должен быть выпущен именно центром сертификации которую мы смотрели раньше и соответственно есть испанский закон 59-23 мы его раньше говорили 19 декабря который тоже регулирует свою подпись им и как раз статье 3 говорилось что что после туалет в руках если у нас правой недавно совсем была объявлена возможность подкисывать цифровые доверенности на сайте налоговой инспекции и тогда после проверки налоговой инспекции позволит осуществлять есть ли в налоговой инспекции два главных блока это есть удаленность можно выпустить общего характера на общие действия или конкретизировать это очень интересный блок когда мы конкретизируем вот справа стороны выбирать это окошко альдеподер по травминске витариус то там огромное количество действий которые можно сделать очень интересно потому что практически все действия которые есть это все то что можем делать вот мы как калабардора и от социальные агенты налоговой инспекции только бездоверенности я смотрю фактически теперь можно сделать все то же самое что афаторах афаторах но профессиональные которые являются агентами налоговой инспекции социальными только по доверенности все то же самое все действия огромное количество у нас это порядка 400 различных действий которые можно осуществлять здесь тоже самое то есть просто можно это осуществляется по доверенности электронная доверенность который доверитель со своим электронным сертификатом выписывает такую доверенность на доверенное лицо и доверенное лицо сразу субъект и видит а он принимает это полномочия и тогда может действовать в интересах своего доверителя очень интересная такая возможность именно для тех например или для членов семьи кто представляет интересы других членов семьи когда нужно срочно представить какой-то документ или как раз за членов семьи например нерезидента представить форму какой то зависит другая зависимость тоже является налоговая инспекция это другой другой вход в аналогичный блок по доверенностям это как раз вот это сгт 012 это тоже когда мы можем запросить вот этого доверенность то есть там есть на самом деле три варианта как сделать одну и ту же доверенность но повторюсь это очень новое направление очень перспективное и в какой то мере она немножко подвигает в профессию которая фасторов потому что с этими доверенностями можно выполнять аналогичные действия другой блок цифровых доверенностей у нас называется регистр на электронный регистр доверенность КРФ и где действительно тоже через администрацию через сайт который сверху показан можно выйти и тоже зарегистрировать в электронном регистре доверенность на доверенность на доверенность двух дней доверенность появляется в общем регистре и тогда можно представлять в госорганах соответственно интересы своего доверителя тоже очень интересная процедура и она возможно так же как и в налогоинспекциях только через свои цифровые электронные сертификаты квалифицированные когда мы входим в этот блок для выпуска доверенности соответственно мы можем выпустить эти доверенности здесь три блока показаны но это все интуитивно просто и желание можно быстро разобраться не нужно специальных каналов то есть администрация электронных делала специально попроще для того чтобы люди могли пользоваться и простые физические лица могли выписывать в случае необходимости эффекта на ситуации электронной цифровой доверенности ну и два момента тоже посмотрим это как осуществляется эта процедура когда у нас доверитель с помощью своего электронного цифрового сертификата в процессе выписывать доверенности загружает ее в этот электронный регистр доверенное лицо подтверждает эти полномочия и может действовать в администрации представляется его доверитель и второй момент противоположный как может действовать когда само доверенное лицо то есть на кого выписали доверенность через свой цифровой электронный сертикат доверенность которая была выпущена доверителем нотариально сканирует в пдс и загружает в регистр электронный регистр налоговый регистр где проверяется и в архив мотариата и тогда доверенное лицо с этим уже доверенность который он ее зарегистрировал может действовать представляете в администрации это актуально когда доверенность например приходит нам из России или другой страны и например когда доверенность у нас апостелирована сделать перевод присяжных и здесь и так и когда у нас у доверителя нет цифрового сертификата тогда мы должны действовать этим образом загружаем эту доверенность сканированную в регистры и представляем интерес в спокойном режиме и администрация и налоговая знает что есть такая доверенность выпущена такое лицо и можем действовать это позволяет не ходить в администрацию потому что иначе по процедуре например когда мы искали НИЕ или когда мы регистрировали компанию брали СИТ то нужно было с доверенностью приходить в налоговую инспекцию брать СИТ и там уже появляются документы в этом случае соответственно эти документы можно можно не ходить в налоговую инспекцию в госорган а загружать все на электроны то есть мы видим что и здесь тоже администрация переходит на цифровые рейсы то есть максимальный используют цифровых сертификатов которые мы видим что позволяет использование для подтверждения своей личности и в этом случае максимальное идет расширение используют цифровых сертификатов для того чтобы подтверждать свою личность или использовать для входов в личные персональные кабинеты администрации для того чтобы смотреть все травметы связанные с вами или я тоже повторюсь новое использование это для подписи документов после договоров после трудовых договоров после документов которые мы направляем даже на пособие начиная со страха и так далее то есть мы видим что максимальное использование этих документов это кратко то что хотел рассказать новые виды использования цифровых сертификатов которые мало кто знает мало кто использует потому что для всех повторюсь только используют доходы но способы получения намного шире повторюсь что есть много цифровых сертификатов которые выпускают такие же сертификаты не обязательно искайте госорган для того чтобы подтвердить свою личность можно подтвердить полностью онлайн удаленно никуда ходить не надо но за это придется заплатить для того чтобы ваш профессиональный цифровой сертификат и использование довольно широко давайте посмотрим вопросы если есть вопросы я сейчас на них отвечу напишите в общем чате если есть вопросы чтобы что хотелось бы обсудить возможно под цифровым сертификатом или что-то было непонятно тогда я повторю что такое не это что двигается все как а это вы которые или вы автофирма да это отдельная программа и можно скачать или тогда когда мы пытаемся использовать эту подпись, например, я ее скачивал на сайте автономии в НДУ скачивался, она на сайте полиции можно скачать, национальной полиции, потому что или предлагается установить электрон или работать с этой программой, потому что в администрациях часто появляются ссылки на скачивание или ее ставят, например, в соц. страхе, например, она появляла ссылку на нее тогда, когда давалось объяснение, как заполнять и оформлять рентом минимум виталий, то есть когда что-то госорган предлагает подписать, сделать, тогда дают тоже ссылки на нее, также если в гугле видеть автофирма, то можно будет скачать, но повторюсь, что может скачать в разные автономии, в разные провинции, в разные провинции программа одинаковая, она на и та же, меняется просто обложка, потому что у меня их уже несколько сидят на компьютере, и работа на ней одинаковая, то есть просто выскакивает заставка, заставка Хунтон, заставка Мадриде, то есть на самом деле это одна и та же программа, просто проблема, что приходится выбирать, какую программу ей включать. И она очень интуитивно, очень быстро устанавливается и позволяет подписать любой документ. Можно не устанавливать программы, я показывал сайт, который есть, но повторюсь, что я считаю, что документы и грипп-система должны стоять на ваших компьютерах, проще скачать эту маленькую программу, установить себе ее и подписывать документы, когда вам это нужно, и когда вам нужно отправить уже готовый подписанный документ куда-то. Почему? Чтобы не загружать, пусть это там микрофлами, защищенные сервера, вашу скачать, используя ее на вашем компьютере. Надеюсь, ответил. Государственное действие, да, с раметом, то там будет стоять, когда нам нужно заполнить какие-то анкеты, будет стоять возможность подписать электронно через программу автофирмы. Еще вопросы есть? То, что говорили, у нас один из вопросов, это было именно как без очереди сделать свой сертификат, это вот об этом. Это то, что можно обращаться в органы, в организмы частной сертификации, называется ПВП, пункт Великой Кассион Презенциальной на самом деле. То есть центры такие должны лично подтверждать личность, но на самом деле все закрывают это глаза, и можно подтверждать свою личность онлайн, удаленно. И выпуск сертификата вплоть до утра присылайте документы, в обед будет готов. Такое возможно тоже. Мгновенное быстрое возготовление сертификатов. Таких же по защите, как в МНТ, можно тоже находить, так же делать, но, повторюсь, так как это делается частными сертификациями, они всегда будут платными. Это хорошо, что нет вопросов, все понятно, как работать с сертификатами. Единственный момент, очень важный, я рекомендую также сертификаты всегда сохранить. Сохраняйте сертификат с вашего браузера. Из-за каких показов вышли, на запись будет, этот вебинар будет в записи, можно будет посмотреть, как скачать свой сертификат, и сохраняйте на флешку на каком-то носителе, чтобы не было на вашем компьютере. Много случаев, когда или компьютер ломается, или открывается что-то внутри, и ваш сертификат второй пропадает. А сертификат у вас действует 4 года, поэтому и нужно вам быть постоянно. Поэтому пусть у вас будет с паролем, в защищенном виде, скачанный отдельно. Он очень маленький, там на флешке 5 килобайт занимает этот файлик, но он должен быть у вас еще отдельно. Не просто в браузере вашем защищенном, установленном, но и на флешке отдельно. Когда нужно, можно было всегда инсталлировать в любой компьютер, в флойде телефона, используя значения. Вопрос, Магарита. Побиция программы, ДИО-КИТРУС, ага. Давайте посмотрим. Программка вот эта автофирмы, повторюсь еще раз. Вот автофирма, это вот версия, это 1-6-3, которую можно скачать, вот здесь, например, название, здесь, например, будет, да, вот сверху. Программка. И вот это вот, здесь тоже, кстати, тоже будет возможность скачать, вот это. Вот сайт ссылка. Валиде. Это сараф.рунтейс. Я думаю, здесь тоже должна быть невозможность где-то скачать, потому что они параллельны. Это государственная программа, потому что вы можете или этот сертификат, выписать любой документ на этом сайте, не надо ни скачать ни в какой программке, или скачать ни в какой программке. Этот сайт позволяет также проверить, проверить другой сертификат, проверить фоточек, который вам, проверить документ, загрузить, который вам подписан вами, и увидеть, в ближайшие вам подписаны были изменения. То есть этот сайт широкие полномочия дает для вот этого, для проверки документа, который подписан. Такая система внутренняя стоит, вот механизм стоит, в виде государственных органов, когда проверяют. или увидеть в подписаны. То есть это широкие полномочия, сайт по работе с цифровым сертификатом цифровой подписи. Позволяет не только комментировать документы, но и проверять документы цифровой подписи с сторонними. Это два основных, которые на самом деле, чтобы обратить внимание. Здесь внутри по процедуре также очень все просто, на разных языках, все интуитивно. Выбираете файл и подписываете с институтом сертификатом, только в этом случае вы выбираете, соответственно, он у вас должен быть изначально установлен на ваш браузер. Вы выбираете в артификат, из сертификации, которые у вас уже установлены в этом случае. Подождем еще вопросы. Если кому-то нужна презентация, тоже проблем нет, пожалуйста, когда она появится в YouTube, на YouTube-канале Российского центра институтуры, вы напишите, напишите вашу электронную почту, вам ее пришлем. Эту саму презентацию и будет видео, которое можно посмотреть, как использовать какую-то российскую руководство. информация вся открытая, вся доступная, особенно по центру сертификации, которых, на самом деле, по-моему, больше 20, от разных государственных органов до многих частных фирм, которые выпускают. Вот, например, тоже есть камерфирма, камерфирма выпускает сертификаты вплоть до налоговой институтуры. То есть, я совершал сертификаты налоговой, которые подписаны именно камерфирмом, камерфирмой, а это акционерное общество другое. Но степень защиты, которая европейской степени безопасности, там, есть сертификаты, позволяют работать с высокими предметами. Ну и другие тоже, соответственно. И разная автономия могут искать также свои сертификаты. Как я повторюсь, на Валенции можно искать свои сертификаты, аналогичные сертификаты в экономике. Но там по ситам. Там нужно сит брать, приходить, подтверждать свою личность. Это базовый закон, на самом деле институциональная институциональная аутентификация. Еще вопросы какие-то есть? Можно 2 раза, да. Стараться на них открыть. Еще раз посмотрим эти сертификации. Остановлюсь. И ставлю. То есть много. Посылки ниже, в 2 раза больше еще других сертификаций в Испании, которые вы можете выпустить официально свой испанский цифровой сертификат. А, используя свой цифровой сертификат, у вас, соответственно, наблюдается ваша фирменная деталь. Цифровая подпись это подпись, в которой когда вы подписываете документ или хотите, используем своего цифрового сертификата. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, под видео, которое будет опубликовано, пишите ваши вопросы, возможно, что они возникнут на перспективе. И тогда тоже в этом чате на YouTube постараемся на них ответить. Если будут сложные вопросы, которые требуют какое-то разъяснение, объяснение, то тогда можем сделать отдельный вебинар. И также, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы раскрыть, осветить, также пишите, потому что всегда очень важна обратная связь, и тогда постараемся рассказать открытым, ответить на вопросы, которые будут вам интересны. Большое спасибо за то, что были в этот вечер со мной, с нами. Я надеюсь, была интересна эта информация. Мне хотелось, чтобы она была полезна. Всем рекомендую использовать свои правые сертификации, делать их и использовать на ваше благо. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует...